Дей Резор, Матерь Всех Битв В провинциях Ракка и Хомс, Сирийская Арабская Армия и ее союзники ведут непрерывные напряженные бои против террористической группировки ИГИЛ. В отличие от коалиции во главе США, которую хочет сохранить ИГИЛ в Сирии на будущее в качестве козыря против Альянса Дамаска, Тегерана и Москвы, цель правительственных сил ясна, однозначна и проста. Для них ИГИЛ, самая радикально деспотичная и темная сила, когда-либо созданная на земле Сирии, должно быть уничтожена. С учетом того, что сейчас практически все передовые силы сирийской армии, а именно десятки тысяч солдат и неисчислимое количество танков и артиллерии, брошены против так называемого «Исламского государства», а также с учетом того, что ИГИЛ сейчас сталкивается с весьма существенной вероятностью до конца года быть выбитым с территории Сирии, кажется, что на востоке Сирии создаются идеальные условия для матери всех битв. На протяжении последних двух недель правительственные силы, в основном отряды сирийского армейского спецназа силы «Тигры» и 5-й штурмовой корпус, путем череды наступлений отбросили границу подконтрольной ИГИЛ территории на востоке Сирии. Непременной целью всех проводимых на нескольких фронтах операций сирийской армии и ее союзников является стратегически значимый город Дейр-Эзор, который в настоящий момент на протяжении трех лет находится в осаде так называемого «Исламского государства». Помимо взятия большей части горных цепей на промежутке между Пальмирой и городом Аль-Сухна, акцент недавнего наступления 5-го штурмового корпуса сирийской армии был также сосредоточен на освобождении газового месторождения крупного топливно-энергетического комплекса «Аль-Хаиль». В свою очередь «Силы Тигра» дошли до дорожной развязки Бир-Аль-Замла, а также деревни Ассалям Алейкум, и до расположенных на западном берегу реки Ифрат городов Дилха и Хувайджад-Шинан. Более того, в ходе данных наступлений «Силы Тигра» освободили дюжины нефтяных скважин, газодобывающих предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса. В ответ на стремительное продвижение правительственных сил на свою территорию, ИГИЛ попыталась сбить темп наступления правительственных сил, проведя несколько рейдов южнее и восточней Пальмиры. И хотя в результате этих налетов было убито и ранено дюжины солдат правительственных сил, сирийская армия и ее союзники смогли в целом на протяжении последних недель удерживать крупную по своей протяженности линию фронта, даже несмотря на то, что под натиском крупных налетов ИГИЛ ей приходилось несколько раз проводить тактические отступления. По состоянию, на вчерашний день сирийское военное командование направило в восточную часть провинции Холмс крупные подкрепления для поддержки 5-го штурмового корпуса. Среди вновь прибывших сил есть закаленные в боях формирования, такие как 800-й полк республиканской гвардии, а также 1-я и 3-я танковые дивизии сирийской арабской армии. Данное подкрепление явно показывает то, что готовится к крупномасштабным наступлением с целью зачистки от ИГИЛ данной территории. Пока можно ожидать то, что в то время, пока силы Тигра будут продвигаться к ДРЗОРу северного направления, силы Центрального фронта сосредоточатся на взятии города Аль-Сухна, расположенной на юге сирийской арабской армии и союзной ей формирования, создадут дополнительное давление на ИГИЛ, чтобы растянуть до предела военные ресурсы группировки террористов. Субтитры создавал DimaTorzok